Ивана Рыльского В X веке на этой горе была заложена крепость, форпост восточной окраины Киевской Руси. Отсюда и получил свое начало Рыльск. Стояла здесь и старинная церковь во имя болгарского святого преподобного Иоанна Рыльского, которого считают небесным покровителем города. Теперь об этом напоминает поклонный крест и часовня, установленные в веке XXI. Отсюда хорошо видна еще одна древняя святыня Курского края – Свято-Николаевский монастырь, куда и лежит паломнический поте. Невозможно, хоть раз увидев эту красоту, не вернуться сюда вновь и вновь. Вот и гости из столицы уже не в первый раз приезжают на Рыльскую землю. Приезжают, как и принято издревле на Святой Руси, с дарами. Сегодня их приношение – копия чудотворной иконы Божьей Матери Знамени Курской коренной. Наместник монастыря Игумен Панкратий встречает гостей, как давних друзей. Кажется, даже природа рада этому празднику, который получился сам собой. Погоду привезли мы. Да. Месяц иконы. Православные считают появление иконы особым благословением Божьей Матери. Возле образа собираются люди, почувствовав, что происходит что-то необычное. Мы сразу к ней пошли, потому что надо посмотреть, надо просто около нее побыть, пообщаться с ней. Сегодня приехали, и получилось так, что после службы задержались, и, видимо, не зря. Когда стояли, увидели, она действительно, икона светится. Иконы – это чудные. Это будет чудотворная икона у нас, я уже уверена. Она непростая. Это только предположение. Но даже перед неосвященным образом хочется молиться. Ну вот, пробует голос колокола, и монахи бережно поднимают икону. Крестным ходом они перенесли образ Божьей Матери в главный соборный храм во имя святителя Николая. На молебен собрались все, кто был в тот день в обители. Помолиться вместе с монахами православные миряне считают для себя особой радостью и честью. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, слава тебе! Слава тебе, небесный! В монастыре молиться легко, ведь это место особого присутствия Божьего. Вратами рая и началом вечности называют обители. Здесь в уединении, в трудах и молитвах проходит жизнь людей, отрекшихся от мирских соблазнов, от себелюбия и страстей, всецело посвятивших себя служению Богу и ближним. Монашество всегда было столпом и оплотом православной церкви, чистоте жизни которого подражали православные люди. Труден иноческий путь, не каждый может пройти по нему. Поэтому монахи пользуются особым уважением и любовью верующих людей. С давних времен православные старались помогать обителям трудами, молитвами, пожертвованиями. Пусть покровитель нашего города Иоанн Рынский и вам покровительство. Икону знамения подарила обители москвичка Ольга Федорова. С Курским краем ее познакомил давний друг, наш земляк, живущий сейчас в Москве, профессор Юрий Охин. Прежде вместе с курянами они преподнесли в дар обители иконы Архангела Михаила и великомученика Георгия Победоносца. На этом их помощь монастырю не оканчивается. Они уже знают, какой благодарностью одаривают жертвователи Бог, как помогает и защищает своих помощников. Это знание было дано нашим благочестивым предкам. Все монастыри и храмы построены и украшены на пожертвования мирян, которые не умели молиться и совершать духовные подвиги, как монахи. Они надеялись заслужить Царство Небесное честным трудом и добрыми делами. Рыльский монастырь выстроен на средства купцов-шелихов и купчихи-забелиной, о которых будут молиться в этих храмах, пока стоят они на земле. В годы атеистических гонений обитель была осквернена и разрушена. И вот уже не в первые десятки лет добрые люди пытаются вернуть ей первоначальный облик. Сейчас с Божьей помощью также на средства уже других купцов-шелиховых, то есть всех простых людей, богатых, бедных. Многие люди не оставляют даже своего имени, мы не знаем, кто жертвует. Присылают, просто просят, вот, примите на жертву. А как вас зовут? Не надо знать. Просто пусть Бог знает. Восстанавливаются сейчас храмы. Слава Богу, вот и Троицкий храм, и Крестово-Звиженский, и Николаевский, и гостиница, и другие постройки. Постепенно в монастыре приходит такой первознанный вид. И от нас только требуется быть благодарными этим людям, кто жертвует, и оправдывать свое звание, звание монашествующих. Именно молиться за этих людей и за себя. И через это создается такая особая атмосфера монастырей. И люди, которые сюда приезжают, видя внешнюю красоту и внутреннюю такое богочестие, сами преображаются, сами как-то духовно обогащаются. И уезжают от себя всеми другими, духовно такими оздоровившимися, духовно просветленными. А это невозможно сказать. Это, вы знаете, переполняет. Ну, как можно чувствовать, когда ты смотришь на это небо? Это просто бесконечность. Вот бесконечность чувств. У меня спросили, почему икона, вот именно знамение. У нас знамение бывает во всем. Иногда бывает в полете птицей, иногда бывает в каком-то, я не знаю, дуновении ветра. А здесь вот я увидела и решила, что вот мне хочется это. Это было несколько лет назад. Я благодарна людям, которые мне помогли осуществить мою мечту. Я благодарна отцу Панкратию, который принял этот дар. Я благодарна тем людям, которые воплотили эту идею. И поэтому, буду я в Курске или здесь, я не знаю, но это останется в моей душе. И, пожалуй, до тех пор, пока я жива. Рыльский монастырь – это частичка Курска, частичка Курской губернии, частичка моей родины. Это одно из святых мест. Это крепость, которая, может быть, одна из первых была создана, когда еще Российское государство сформировалось только. Которое на этих рубежах отстаивало вот это государство, позволило им развиваться, крепнуть. Поэтому Рыльск для меня так же важен, так же он мне нравится, так же я его полюбил уже, так же, как и сам Курск. Это та же самая Курская земля, святая Курская земля, политая кровью предков, тысячелетней и позже, вот и годы Отечественной войны. Это вот моя родина. Рыльск тоже. Помогать малой родине, ее монастырям можно по-разному. Здесь постоянно трудятся, выполняют различные послушания. Святые отцы учат, что монах не должен проводить жизнь в праздности. Лень – это самая удобная почва для произрастания всех грехов. Монахи полностью обеспечивают себя продуктами питания, кормят трудников и паломников. Рыльский монастырь арендует более 900 гектаров земли. Сеют здесь яровые зерновые, крупяные и траву на корм скоту. В этом году получили по 30 центнеров ячменя с гектара. В хранилище засыпано более тысячи тонн зерна. Его собираются продать, чтобы получить средства на восстановление храма. Пока в обители немного насильников и трудятся наемные рабочие. Руководит хозяйством эконом и иеродиакон Андроник. Впрочем, он не столько руководит, сколько личным примером показывает, как надо работать во славу Божию. Бывает так трудно, что просто невозможно. А потом опять волна проходит, знаете, какое-то нападение такое. Вдохновляет, когда мы собираем урожай. А когда, знаете, мы бьемся и его нету впустую. Мы должны сами себя обеспечить. Вот в чем трудность. Вот я бы хотел сказать о спонсорах. У нас есть такой Игорь Владимирович Потапенко. Это президент компании «Разгуляй». И в этом году они просто нас выручили. Они дали очень хорошие семена и удобрения. То есть такую помощь – это редкие благодетели. И обещают они нам дальше оказывать в этом же свойстве. То есть дать зерно и дать удобрения. Богатство от слова «Бог». И на Руси всегда богатым считался не тот, у кого амбары ломились, а тот, кто в Бога богател, совершая дела милосердия. Без них вера мертва, а жизнь не может быть счастливой. Бог попустил быть и бедным в этой жизни, и богатым. Чтобы бедные спасались посредством терпения своих скорбей, своих нужд. А богатые, а чем могут спасаться богатые? Облегчая жизнь и помогая, и отверзая свои сокровища для помощи этим людям, этим бедным. Так что дай бог, чтобы у нас в городе Курске тоже появились вот такие купцы, как Карп, первый шевстроитель Сергия Казанского собора, подрядчиками создавали собор родителей преподобного Серафима Саровского, как другие очень многие и многие известные люди. И тогда у нас в нашей жизни будет гораздо меньше проблем. Меньше бедных, меньше горя и меньше слез. И сама обстановка в нашем обществе будет другая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова